Стой, давай расскажем. Дядя Люфтас, привет. Знаешь же, мы воспитываем собаку Димы Петрова. Ее больше на кровать мы не пускаем. Поэтому купила вот такую штучку. Хочу сделать крупненько ее и бортик, чтобы было мязненько схватить. Но это очень мязненько штучка. Да. Ну а вы пока ставьте лайк, смотрите видео, будет опять суперинтересно. Это канал Скуп, который на ютюбе. Привет. Трям, трямыч, Мениханыч. Все, погнали. Ну что упыри. Так и вот. Что получилось из сена? Вот такую штуковину Катька захерачила. Вся ядонечка теперь здесь спит. Такой хендмейд. Так что, Петров, собака на полу больше не спит. Также у нас сегодня долма. Пойдемте, я вам покажу, что такое долма. Долма это вообще такая штука из виноградных листьев. У нас, вот здесь виноград растет. Да, у нас что только не растет. Вот. Наши Валентий. Так. Смотрим долму. Да, ну такая долма. Будем есть, посмотрим. Что ты с виноградными листами сделала? Собрала, помыла, отварила в посоленой воде 3 минуты. А, и все, ты готова. А вот ты долма идет. Моя долма. О, нихера она заморочилась. В таких тарелочках травушка. А еще баклажанчики с помидорками. А, надо еще сметану подождать. А, сметана стоит. О, давайте попробуем. Долму не ел со времен Грузии. Что-то настроения сегодня нет. Сюда что-то опять. Очень вкусно. Молодец, моя хорошая. Ты рассказала, где мы листики взяли? Да, показала, но здесь. Это наши виноградные листики. Ну, а у нас очередное утро. Что сегодня? Понедельник. Максим Пшеничный. Привет, привет. Так и что? Решили, наверное, до Нового года ничего не будем делать. Пусть она, наверное, идет. Все как идет. Что-либо менять уже поздно. Ой. Ой. Так что ничего мы менять не будем. А Катька у меня сегодня, видите, девчоночка наделась. Какая-то красивая у меня сегодня. Всегда красивая. Всегда красивая. А у тебя есть какие-нибудь новости? Что готовишь сегодня? Ничего. Ничего не видит? А, теперь не готовит. Как так можно-то? Ну, да, а что ты говоришь, ничего. Ничего на долгу жрал. Ты сегодня завтрак был у тебя? Завтрак был. Ну, а сегодня что? Так и все. Во, футболки продают. В общем, вот. Сегодня опять Петрова распотрошили. Вон. Сейчас еще и на вторую пивка намутим. Здесь у нас индейцы. Блядь, сбил. А, да? Да что ж ты за существо такое, а? Опа, на. А у меня Иван Иванович заходил, пивка попили. Потом имя, фамилия зашел. Америкосом. Всем привет. Дардашевцам особый. Так. Что у меня сегодня на обед? Смотри. Сегодня жарим ребра на костре для индейцев. Должно быть вообще очень вкусно. Мы попробуем вот это? Не, ну, уже как-то. Дзын-дзын. Имя, фамилия. Поздравляю с Гринкой. Хоть кто-то будет нормальный америкос. А вы смотрите дальше. Ну, наше утро началось со знакомства с нового. Давай, Юрий. Давай. Увидимся. Удачи вам. Давайте все. Павликский вздевальти? Да. Да. Я учаю домой в Картахене. Он здесь вздет. А, ты в Картахене все будет? Да. Ты что, хорошо в Картахене? Иксиль. Могли, дерево, машин. А, ну, блядь. А, ну, так отдохнуть. И сколько ты едешь на мотоцикле за туда? Четыре часа. Ну, нормально. Четыре часа. А давайте. Да, давайте. А что особо? Особо по-русски, в общем, не базарки. Везде может быть, что русский. Причем я думала, что он не любит, блядь. Я слышала, как он говорит по-английски. Думала, что он говорит по-английски с немецким акцентом. Ну, в общем, вот еще полу-русичи. Блин, стрим зря выключил. Это можно снимать, да? Не будет, как с Мишей-то? А, ну, с Мишей конфликт вы... А, я вам не рассказывал. В общем, что. Рассказываю вам, как вообще работает эта вся штуковина. Руслана, вы уже видели. Всем привет. Вот смотрите. Вот когда долго живешь... Это же, не знаю, как вот это, блядь. Называется, по-коро. Да. Как ты к этому, блядь, пришел? Я вот это... Блядь, я уже 10 лет в Латинской Америке. И на какой? Не, на какой год? Вот смотри, первый год ты в Латинской Америке. Ты же это не... Нет, я ни по-испански не говорил, ни по-английски. Сначала приехал, у меня что получилось? В Аквадоре выучил английский. Вот думай, испанский. Ты все начал путешествовать, уже как... Сходи с рюкзаком, когда по-руссалят. Ну, по... Пауэрлифтинг они. Ну, короче... Испиритуальный пауэрлифтинг. Нет, то есть, пока языка не знал, ты про эту штуку и не знал. То есть, у всех, кто жует коку, у них всегда вот. Вот ему вот это полкил... Сколько здесь? Полкил. Это ты купил или нарвал? Я купил, это купил. Это сколько стоит полкилокоти здесь, в Колумбии? Я заплатил 20 тысяч. 20 тысяч. Это, смотрите, 5 долларов стоит полкилокоти, чтобы купить у индийца. И вот этого полкилокоти тебе хватит... На три дня. На три дня. То есть, в день надо 150 грамм. Да, ну, в принципе, заебись. То есть, в связи с ней же надо и хавать меньше. Ну, вообще, конечно. Да. То есть, у тебя и голоду такого уже не возникает. На мой взгляд, это как, знаете, как адреналин раш, бёрн. Не-не-не. Не? Не-не. Это намного круче. Как фен, что? С джунглей едет. Там они, то есть, не жуют коку. Они из неё делают порошок. Ну, и уже втирают. И потом, не втирают, его за щупу кидают. И всасывают, рассасывают. Другая традиция. А мамба ещё выделывается? Тоже из коки. Ну, из другой коки. Вот эта кока, она, получается, здесь в городе, она маленькая. В джунглях она такая большая. То есть, её жевать уже не вариант. В каждой стране ещё кока по качеству это разная? В каждом месте. А, в каждом месте. В Колумбии, там, скажем, 50 регионов. В каждом регионе, по-своему, своя традиция использования коки или там других растений. А лучшая в Колумбии какая, считай? У тебя, отсюда. А, отсюда. Вот Сьерра, Невада, типа Родион. А, ну, что солнечно, наверное, всегда, да? Солнце, наверное, когда пойдёт. Если солнца нету, у неё силы не будет. А, обязательно кальцием надо. А если без кальция вот так же жевать вообще ничего? Нет, это не будет. Есть вообще люди, которые без кальция жевут. Но из чего вот это состоит, вот этот порошок, который вот в этой... Из конча, из ракушки из Москвы. То есть, вот эту ракушку они на пляже собирают? Да. Толбка... Нет, сначала обжигают. Обжигают в костре? Да. Делают специальный костёр из специального бамбука. Смотрите, сейчас. А-а-а... То есть, её там прожигают, она становится белая. Потом её выпаривают тоже с чаем из коки. И она превращается в порошок. А-а-а... И вот этот порошок вот тут... Активирует, да, кока. А-а-а... А-а-а... Ну, какие последствия, давай, на здоровье? Зубы только, да? Зубы же страдают. Знаешь, человек, опять же, смотря, как используют. Ещё чистить их постоянно, чтобы ухаживать... А-а-а, ну, если, ага, понял. Если по два раза в день чистить, то вообще ничего. А-а-а... Ну, по пять раз в день. А сон нарушает она? Ну, спать не хочу. То есть, индейцы вообще по пять дней не спят. Вот сегодня с Купорова, с своей, как она, в Балоке. Это касса, где они делают все церемонии. Там свои обряды, свои традиции. Там они сидят всю ночь и по Купору делают. Так пять-шесть дней. Идея какая у этого Купорова вообще? Индейцы объясняют, что мы люди тратим больше... Половину нашей жизненной энергии на сон. А-а-а, ну, а зачем спать? Зачем спать? Мы можем делать какие-то другие вещи для здоровья, для, скажем, для других людей. Не, вот смотри на примере тебя. Вот ты сейчас живёшь, время 12 дня. Живёшь её в восемь вечера. Ты в десять можешь уснуть? Я её живу до часа ночи, до двух. Иногда не сплю вообще на своём хелете. У меня два-три... Так я вот про это говорю, а как вот это взять, вот чтобы бахнуть? Она есть всегда, в принципе. Ну, допустим, возьмём какой-нибудь другой котик, я его называю, да? Ну, вот этот. Я же могу... Не могу остановиться. Я пока есть, я и не сплю. Я вот про эту игру, что пока есть, нет? Нет, 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 нет. Нет? Как чувствуешь? Я вот, скажем, три-четыре дня не спал, чувствую, что надо выспаться один день хорошенько. А-а-а, ну, а-а-а, ну, бля, устал и всё. А-а, заебись. То есть вчера у меня так и получилось, у меня даже не четыре, у меня где-то неделю, наверное, от локона не спал. Там, по часу, по два, может, вообще не спал. И вчера прям чувствую, что надо выспаться. А татухи все в латине уже бил? В России тоже некоторые. А, начал в России, да? Да. Привет, вот он живёт, смотрите, диван, он же другую жизнь живёт. Просто живёт уже 10 лет и 10 лет. А вы, блядь, боитесь просто куда-то попробовать. А хуй знает. То есть вообще это не страшно, да? А что страшно? Самое страшное, вернуться, мне кажется, в завод, нахуй, да? Да. Камбо надо побольше делать, тогда страхи все... А, или камбо, да, ща я вам. А вообще, Руслан проводит церемонии камбо. Это лягуха ядовитая там с Перу. Он ездит, собирает там этот яд и проводит здесь эти церемонии. Так что будете в наших краях, может, у меня контактик спросить. Да, уже там дохуя кто сделал. Я, если честно, знаете что, не то что очкую, а думаю, нахуя. Я и так у вас маг и волшебник. Так что давайте по пятёрику. Пум-пум-пум. А у нас же всё не так просто. Шаман ушёл. А я тесто здесь, видите, настаиваю. Как я его мешать, я его не буду мешать. Оладушки у нас вечером. Что у нас вообще, блядь, безденежья застало, нахуй. Вообще не знаю, что делать. У вас, кстати, нет пару тысяч, братья? Ну, блядяц. А то Влас и Белла нечасто возвращаются. А Петров не в духе. А куда убрать-то, в холодильник? Да просто в тень. А, о, сейчас заебись. Ну что, как нам видосик? Вообще интересно, да, получился? Ставьте лайк, хуяй. Спасибо.